Друзья, всем привет! Меня зовут Тихон, и вы на моем канале. Очень многие из вас просили меня приготовить какие-то десерты, показать торты, выпечку и многое другое. Те мои подписчики, которые знают меня немножко больше, чем на YouTube, знают, что вся моя жизнь и последние 9 лет активно связаны именно с кондитеркой. В этом я шарю, в этом я разбираюсь, в этом я могу назвать себя профессионалом. Я долго не хотел показывать эти рецепты, потому что считал их чем-то своим, таким внутренним достоянием, но мой друг Павел сказал, Тихон, давай кондитерку. Павел, даю кондитерку. За время долгой работы с кондитеркой у меня накопилось большое количество именно хитовых рецептов, которые бьют 10 из 10 и поражают желудки и вкусовые рецепторы всех людей, которые их пробуют. Сегодня я вам покажу рецепт медовика. Я считаю, что это лучший рецепт медовика, который существует на данный момент в мире вообще от и до. Вкуснее медовика я еще не пробовал. Сразу хочу обозначить, что настоящая кондитерка и приготовление тортов – это не что-то мы там смешали на глаз, получили такую-то консистенцию, и у вас все получилось. Нет, кондитерка – это достаточно точная наука, поэтому я рекомендую вам настоятельно обзавестись какими-то кухонными весами, на которых вы сможете взвешивать ингредиенты, про которые я вам говорю. Для того, чтобы не засорять вашу голову цифрами сейчас, я точное количество ингредиентов и все описание процесса дополнительно продублирую в описании под этим роликом. И можете подписаться на мой инстаграм. В фотографии к этому рецепту я оставлю также точное описание всех ингредиентов. Давайте начнем готовить. Любое приготовление торта начинается с приготовления коржей, и мы начнем с приготовления вкусных, ароматных, медовых коржей, которые опекаются тоненьким слоем. Давайте начнем. В большую миску с яйцами я отправляю мед. Мы же готовим медовик, сахарный песок и сливочное масло. Можно использовать маргарин, выйдет дешевле, но не так вкусно. Сразу немного это перемешаю при помощи венчика, чтобы разбить желтки. И отправляем миску на водяную баню. И начинаем постоянно помешивать. Что такое водяная баня? Водяная баня это глубокая гастрюля с горячей водой, не обязательно кипящей, точнее даже желательно не кипящей, а просто достаточно горячей. В которую мы устанавливаем миску с нашими ингредиентами. Делается это для того, чтобы сливочное масло, мед, яйца равномерно таяли, объединялись между собой, но ни в коем случае не прижарились и не пригорели. Если вы поставите все ингредиенты просто в кастрюлю на плиту, то скорее всего ваши яйца прижарятся, потому что вы не сможете уследить за ними. И вместо пышного бисквита вы получите непонятный омлет с хлопьями яичной массы. Поэтому не торопясь, постоянно помешивая нашу массу, растапливаем все ингредиенты до однородного состояния. Это займет примерно 10 минут. И вот что у нас с вами должно получиться. Сахар полностью растворился, сливочное масло тоже, мед разошелся. И у нас с вами гладкая однородная масса. Мы ее снимаем. И теперь нам понадобится уксус и сода. Мы ее гасим. И сразу замешиваем в наше тесто. И туда же я отправляю пшеничную муку. И хорошенько все перемешиваем венчиком. Хорошенько зачищаем стенки, чтобы никакая мука у нас не осталась. И все комочки хорошенько промешались. Смотрите, какое классное тесто получается. В таком состоянии даем тесто постоять буквально 5-10 минут, для того, чтобы мука сработала. Сработало, тесто немножко загустится, остынет. А мы за это время подготовим пергамент, потому что отпекать мы будем наши коржи тоненькими ароматными коржами. Итак, как я и говорил, эти медовые коржи мы будем выпекать тоненьким слоем. Для этого мне понадобится пергамент, который я заранее подрезал под размер моего противня. И теперь берем тесто, наливаем небольшое количество на пергамент. Тут все зависит от размера вашего противня. И тоненьким-тоненьким слоем размазываем его по всей поверхности. Вот так, очень тонко. Пергамент практически просвечивается. И чуть-чуть хаотично присыпаем грецким орехом. Дробленым. И аккуратно переносим наш бисквит на противень. Выпекаем наши коржи в разогретой до 180 градусов духовке 6-8 минут. Тут все зависит от мощности вашей духовки. Если она плохо пропекает, можете вытащить, перевернуть, поставить другой стороной. Следим за тем, чтобы корж равномерно поднялся по всей площади и приобрел красивый золотистый цвет. Субтитры сделал DimaTorzok Замечательные ароматные коржи. Из этого количества теста у вас должно получиться 12 коржей. Посмотрите, что мы делаем с ними дальше. После того, как они остыли, мы складываем их друг на друга и отсоединяем от пергамента. Замечательные коржи. Теперь неровные и более зажаренные части нужно обрезать. Они пойдут у нас на крошку для обсыпки нашего медовика. А самому торту мы начинаем придавать аккуратную, ровную, прямоугольную форму. Тут каждый сам для себя определяет размер своего торта. Я обрежу примерно вот так. Все вот это пойдет на крошку. Теперь, когда коржи у нас готовы, нам нужно позаботиться о креме. В своем фирменном медовике я использую два вида крема. Один мы будем готовить на сливочном масле с двумя видами сгущенки. По типу крем-брюле получится. А второй будем готовить из сметаны и меда. Начнем с приготовления масляного крема. Для этого хорошенько взбиваем сливочное масло венчиком. При этом масло и все остальные ингредиенты должны быть комнатной температуры и очень мягкими. Немного размягчили масло венчиком и добавляем сюда вареную сгущенку. И продолжаем взбивать. Отлично, посмотрите, какая структура. Хорошенько зачищаем стенки при помощи лопатки или ложки, чтобы у нас все равномерно промешивалось. И добавляем сюда обычную сгущенку. Вот так. Крем получается достаточно жидким для того, чтобы хорошо пропитывать наши коржи. Отлично. Этот крем у нас готов. Отставляем в сторону и начинаем готовить сметанный крем. Здесь у нас сметана. Очень важно брать именно высокожирную сметану, не менее 25%. Мед и все это взбиваем венчиком. Как только мед растворился, а сметана стала пышной, наш крем готов. Не забываем облизнуть венчик. Ну и теперь самое вкусное. Начинаем собирать наш медовик. Я буду чередовать крема между собой. Один слой вареной сгущенки, один сметанный. Поехали. Выкладываем первый корж. И на него небольшое количество масляного крема. Слои крема, как и слои теста, должны быть очень тоненькими. Второй корж. И теперь сметанный крем. И если вы будете идти так, как я вам показал, вареная сгущенка, сметана, вареная сгущенка, сметана, то последний слой у вас должен быть из сметаны. Но если вы хотите максимально ровный и аккуратный медовик, я рекомендую заканчивать именно слоем из вареной сгущенки. Можете сделать два слоя подряд или где-то зачередовать чуть почаще. То есть делать два слоя сметаны и один слой из вареной сгущенки. Я делаю два последних слоя с вареной сгущенкой. Этот крем плотный и хорошо выравнивается. Выкладываю последний корж вверх дном. И аккуратно прижимаю его дощечкой, чтобы выровнять поверхность. Бока нашего тортика тоже аккуратно выравниваем при помощи лопатки. Отлично. В таком состоянии убираем его в холодильник минимум на 4 часа, для того, чтобы он хорошенько пропитался и подзастыл. Мы за это время измельчаем в блендере оставшийся бисквит до состояния крошки и будем обсыпать наш торт. Конечно, если вы делаете такой торт в подарок, то вы можете воспользоваться специальными формами, кондитерскими кольцами или еще чем-то для сборки более ровных поверхностей. Но мне хотелось показать вам вариант максимально домашнего, без лишнего инвентаря. Обычный прямоугольничек. Убираем в холодильник, через 4 часа покажу, как я его обсыпаю. Ну что, друзья, прошли долгожданные 4 часа, наш торт затвердел, пропитался кремом, сливочный крем застыл, и мы спокойно можем обсыпать его крошкой со всех сторон. Крошку я измельчил в блендере, как обычное печенье. Посмотрите, какое она фракции. Довольно рыхлая и мягкая крошечка. Берем наш торт, я его положу на маленькую досочку, так его будет удобнее обсыпать со всех сторон. Берем крошку и просто обсыпаем. Теперь самый ответственный момент. Нужно красиво порезать наш торт. Для того, чтобы слои было хорошо видно, я рекомендую использовать острый, смоченный в горячей воде нож. Тогда он будет плавить под собой все слои крема, и они останутся четкими, ровными, красивыми на срезе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну и давайте попробуем. Большому куску урода радуется. Десять из десяти. Потрясающе нежный, мягкий. Обожаю такой медовик. Немного о плюсах этого медовика. Во-первых, как я и говорил, он безумно мягкий. Вы видели, это не песочные коржи, которые мы раскатываем. Это такие мягкие, насыщенные, бисквитные коржи. Слюни, которые выделяются, позволяют не запивать торт чаем. Очень крутое сочетание именно двух видов кремов. Крем на вареной сгущенке дает такую карамельную сладость, а крем из сметаны дает кислинку, которая ее немножко нивелирует, тем самым торт не становится приторно-сладким. Привкус грецких орехов. За счет большого количества сахара и меда, именно карамелизированный вкус медовых коржей. Фантастика. Рекомендую попробовать каждому. Наверное, это рецепт больше для прекрасных дамб и подписчиц моего канала. Но и если мужик хочет удивить свою любимую супругу, девушку, и кого бы там не было, приготовить этот медовик, отвечаю, все останутся в восторге. С вами был Тихон. Не забывайте подписываться на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваше мнение об этом замечательном торте в комментариях. Будет интересно почитать, как вы готовите ваши любимые фирменные медовики. До скорых встреч. Пока.